Ребята, всем привет! Вот и новый день. Мы уже сходили на завтрак, привели себя в порядок, надели купальники. Я сегодня вот в таком купальнике, побрызгалась маслом от Tom Ford. Вот такое вот масло, мне его подарили, я знаю, что оно стоит что-то типа 7 тысяч, по-моему. В общем, тут очень много блёсточек. Пойдём купаться, загорать. Вам наверняка, как всегда, интересно, какого хрена я накрашена, иду загорать. Знаете, мне не нужен загар на лице, абсолютно. Я намазалась сначала солнцезащитным кремом на лицо, потом уже нанесла макияж. Так, Лид, я вам наш показывала, я, как всегда, хочу безумно пойти именно к бассейну, слава за море. Вот, но мы договорились, что он пофоткает меня около бассейна, потом мы пойдём на море. Вот так мы выберем, иди-ка мне. Всё, я взяла, зай? Ты зачем эту сумку берёшь? Бери вот эту лучше, сюда всё клади. Даже у нас специально для этих нужд. А мы её заберём с собой. Это будет чисто пляжная сумка. Знаете, я чувствую себя так, что я купила палёнку. Чёрт. Надеюсь, там хоть правильно Гуччи написано. В общем, тут немножко ветрено, но ветер тёплый. Мы только что купались в море, сейчас мы опять на этом, типа, пирсе, загораем. Мне очень нравится то, что здесь так сделали, и можно не на пляже тусить, где куча-куча людей, а вот здесь. Тут как-то очень спокойно, тихо. У нас со Славой постоянно происходит спор, где мы будем находиться около бассейна или около моря. Но, к сожалению, мы ни разу не были, не тусили около бассейна. По сути, мне пофиг, мне нужно, главное, сделать фотки. На завтрак панкейки съела с шоколадом, кофе чуть-чуть совсем попила, и всё, и один персик съела. Даже не целый, а дольки две, наверное, или одну. Вот, намочила голову в море, мы ещё наступались, и сегодня буду её мыть, вообще приводить себя в порядок, накручу голос обязательно. Завтра у нас будет первый день экскурсии, я очень волнуюсь, потому что не представляю, что у нас вообще завтра будет. Не знаю даже, что у нас завтра будет, и я надеюсь, что меня слышно из-за этого ветра и уколу. Постоянно пытаюсь сфоткаться, заставляю Славу меня пофоткать. Очень сложно. Что сложно, сфоткаться или заставить Славу тебя пофоткать? Заставить Славу меня пофоткать. Да? Не хочешь сказать, что Слава тебя фоткает всегда? Да, я хочу сказать, что он меня фоткает, когда я его очень долго заставляю. Но результат получается отлично, да? Нет. Да, смотри, если скажешь нет, я больше тебя фоткать не буду. Ну, короче, ругаемся постоянно. Ну, ругаемся, миримся. Что? Ничего. Вот, видите? Стоп, видите, ты на всё будешь тыкать. Вот, видите? Я сгорел. В первый же день, как приехал. Да не видно по тебе, что ты сгорел. У тебя лицо уже... Историю о том, как я сгорел, можете проверить на моём YouTube-канале, на моём блоге. Это было тупо. Слава пьёт пиво. За блюдаш. Пиво? Да. Алкоголь. Ага. Я пиво не люблю. А жаль. Если бы любила, сейчас бы пиво пила. Да, но скучное какое-то, невкусное мне. Военный, походу. Военный. Военный вертик. Зай, ты видела? Да. Я же тут стою. Мы вернулись в номер, потому что сейчас у нас обед. И уже дофига времени, а мы ещё не там. Мы зашли в номер, чтобы переодеться. Пойдём кушать. Я вам, кстати, ещё до сих пор не показала, как вообще у нас выглядит наша столовая, так сказать. Какой классный у нас лифт. Смотрите, какие мы модные. Прямо показано, где стоять надо, вот так, к стене. Отвернись к стене. Посмотри, как стоять надо. Я могу подойти ближе, я могу быть здесь. Нет, уйди. Да ты точно приставал ко мне. Короче, я хотела вам показать, что здесь есть магазин, где очень много разных сумок. Меня это, конечно же, гложет, потому что каждый раз я прохожу мимо сумки своей мечты от Dior в седло. И мне очень интересно сюда зайти и узнать, сколько она стоит. Просто чтобы добить себя, знаете. Потому что вот эта вот фигня. Типа купить палёнку, ну нет. Нет. Я не хочу. Ну, или купить оригинал и потратить 200 с чем-то тысяч. Знаете, если вдруг у меня появится сумка-седло от Dior, это значит, что я очень тяжело, но отдала эти огромные денежища. Знаете, я нормально к таким вещам отношусь, потому что за несколько лет Славу кто-то остановил. Славу только что узнала девушка, которая шубу продаёт. Ну, женщину, ладно. Так, смотрите, нам сейчас будут мерить температуры. У меня, как всегда, минус 50. И, наконец-то, я вам показываю нашу столовую. В сторис я уже показывала, что некоторую еду можно здесь взять вот так. Да, вот хлебушек у нас есть. Тут какие-то тоже салатики. И, в общем, всю еду вот так вот накладывают. Здесь тоже всё это накладывают. То есть у тебя нет варик подойти самому взять. Тут везде около еды стоят, так сказать, официанты, наверное. И всё тебе кладут в тарелочку. Например, что я сейчас хочу взять? Рыба? А это что, куриные крылочки? Всё это мне нужно, но я боюсь. У меня всегда проблемы с этим. О, что это? Это хот-доги? Сэндвичи? О, боже. Я хочу. А что здесь? Так что, короче, примерно вот так всё это выглядит. Вон там слава потерянный ходит. Стоит в очередь за чем-то. Зачем-то. Я пока не знаю, что я хочу. Но самое ужасное, что я не могу сама себе выбрать, что я хочу. Нет, в смысле я могу, но столько, сколько я считаю нужным, я не могу положить. Я всегда хочу положить много, и самое тупое, что мне кладут реально столько, сколько я могу съесть. Гениальная шутка связана с этой столовой, с моим пальцем, который накормил меня, потому что из-за того, что я боюсь, я не знаю всех названий, типа картошка, пюре, я фиг знаю. Но для меня это просто паттейта. И мой палец постоянно показывает на еду, которую мне надо, чтобы мне положили. Поэтому сегодня мой палец накормил меня. Я вот так убрала и показывала. Это хорошая рыбка. Какие-то рыбка. Но я другую взяла. А сейчас я возьму себе овощи. Фрукты. Вот что дал мне мой палец. Все, что вы видите в моей тарелке. Еще вот это. Ту. Ту. Кола. Ну и вот сейчас буду кушать. А что тебе твой палец дал? Или у тебя есть английские слова в запасе? У тебя борщ. Скумбрия. Турки. Турки. И греки. Турки, греки, русские. Скумбрии. Борщи. Только что, знаете, чем мы занимались под водой? Фигней какой-то. Нет, это не фигня. Это офигенная игра. Мы ныряем. И по очереди... Ну, сначала я говорю Славе какое-то слово под водой. Он должен его угадать. Я ему просто крикнула «Заааа». А ему послышал... Что я послышал? Он не смог угадать. Мы над этим поражали. Потом... Потом я и кричал. Я и крик... Тебе что я послышал, когда я тебе кричал? Я послышала, что он посылает меня на «Х». А я и крикнул «Говно». Какие-то слова выбил? Я не знаю, что первое в голову пришло. А чем мы еще с тобой занимались? А, еще вы знаете, чем мы занимались? Слава нырял, садился там на корточке. Я залезала к нему сюда. И вот такой. И я такая... А давай покажешь? Давай. Давай, давай. Это будет быстро. Я упала. Да, я упала. Получил? Ну давай третьего. Да хватит. Да хватит прыгать. Он достал меня. Я не хочу. Потом она подплывает ко мне и говорит, «Я хочу, чтобы ты решил мне, чтобы я опустилась под воду и булькала тебе в живот». Я такая, что? Я хотела ему пузыри в живот. Бассейн – это такое блаженство. Да фигня. В море круче. Правда, в бассейне прохладнее немного. Ну, прохладнее. Здесь вода 27, а в море прям 34. Прямо она такая, прям как молоко парное. Ты такой плаваешь. В море есть волны, а здесь не этой. А в море есть соль. Здесь ты тонешь все время. Типа, хочешь полежать, ты тонешь. Сама вода тебя не держит. А в море тебя держит сама вода. Вот видите? Я просто лезала. Видите, какие мы разные? Это можно прям вымыть, садиться. Ну, скажи же, что кайф. Нет никаких живностей. Ты постоянно не тонешь. В том-то и дело, что вообще ничего нет. Здесь у меня это мертвая вода. Мне нравится мертвая. Мертвая вода, что с нее взять? Ну да, не паришься. Насчет всяких, типа, бактерий, микробов, рыбок и волн. Но, как по мне, минусов здесь больше, чем плюсов. Если я не сделала много фотографий в поездке, это значит, что отдых не удался. Потому что, ну, я не знаю. Ну как? Смотри, мы с твоей парой. В общем, как вы видели, мы катались на горках. Точнее, я прокатилась на одной два раза. Слава каталась на одной два раза и на другой один разочек. Вот. Мне было неинтересно на других горках кататься, потому что мне хотелось только на одной конкретной вот этой. Короче, вы видели. И что потом? Потом мы пошли в номер, помылись. Я посушила голову, помыла, накрасилась, переоделась. Такой вот у меня лук. Красивое ожерелье. Если хотите узнать, откуда, заходите ко мне в инстаграм. Так что вот, сейчас пойдем, пофоткаемся, погуляем. Сейчас 18.45. И это кошмар, потому что совсем скоро уже потемнеет. И нам нужно просто бежать. Я думаю, что на улице все равно дико жарко. Кстати, я же вам на влог не рассказала. Я узнала, сколько стоит паленая сумка Dior. Седло, которое я хочу. Которое в Москве официально стоит 200. 220, по-моему, или что-то такое. Короче, здесь он мне сказал, что то ли 800 евро. Ну, короче, я посчитаю... Нет, не 800. 200 евро? Нет. Короче, я посчитала евро столько, сколько он мне сказал. Вышло 20 тысяч. Я думаю, что все равно она кожаная. Но, блин. Господи, меня так бесит этот мир брендов, честно. Они мокрые. С детьми мокрыми заходят. И там люки, кондиционер. Да, там очень холодно. Ну, не очень холодно. Нам было сейчас очень комфортно и хорошо. Но когда ты мокрый, заходишь... Блин, закат, Зай. Мы успеем вообще. У нас есть 15 минут. Лиза Шатилова вчера сказала, что в 7 уже... Просто у нас даже не 15, а 12 минут. Что можно за это время успеть? Ну, на самом деле, много чего. Да, да. Поэтому, короче, я откладывал камеру ненадолго, чтобы мы успели все классно пофоткать, покайфовать. Насладиться 12 минутами света. Мне кажется, вряд ли уж прям жестко сейчас потемнеет, но солнце уже садится, конечно. Как там моя Вивочка поживает? Тут есть настоящий олимпийский бассейн, прикиньте. Блин, все равно уже чувствуется, что темно. Я виновата, очень долго собиралась. Ну, где он? Не понимаю, зачем я взяла очки фантоваться. Ну, где он? Уже конкретно начинает темнеть. Тут есть йога, вот такое вот место для йоги. Пришли посмотреть на место, где занимаются йогой и с пивом взять. С пивом. Это что, плакучая ива? Прикольно. Ребята, мы пришли в мексиканский ресторан. Смотри, как красиво здесь. В общем, мы пришли в мексиканский ресторан. И как вы думаете, что я буду? Я не знаю. Потому что здесь просто... Потому что начало блюда нравится. Начинается вот так вот. Приготовленное на гриле мясо или курица с жареным рисом. Отлично. То, что я хочу. А потом начинается. И пюре с красной фасоли, чипсов тако. Зачем? Блин, я сегодня сгорела. Ну это мексиканский ресторан. Ну да, ну я, наверное, что-то в этом духе буду. Нет, вот типа тут есть блюда, которые начинаются прям очень хорошо. Ну вы знаете, вот это вот авокадо, я не очень люблю. Такие штуки... На, сейчас? Да. Блин, жалко, что сырного соуса нет. Во что ты могаешь? Во все. Что просто? Пока ничего. Ах, как остро. Ну вообще изо рта вывалилось. Чипсы огнище. В общем, нафоткались сегодня, нагулялись. Очень хочется скорее узнать, какие у нас завтра экскурсии. Вообще, куда мы поедем. Ну ладно, блин, надо попробовать. Я должна решиться. Я буду это сделать. Во что-то белое макнуло. Это сметана. Норм, но... О, сметана. Пришли девчонки. Блин, а я какие-то пальчики заказала. Палочки. Пальчики, палочки. Не, не здесь. У меня тут курица. Не, не здесь. О, гляньте. Опасность. Боже. Собежал в 500. Это вы на гриле заказали? Да. Все в ожидании. Еды. Да. Так, снимаем? Спасибо. Итак, ребят, мы уже в номере. Мы покушали. Я сегодня немного сгорела. Просто жесть. Ну вот то, что вот здесь, это со вчера еще. Но вот сегодня я была в классном таком купальнике, который весь на завязочках, резиночках. И у меня, в общем, на спине остался немножко след. И нога у меня немножко сгорела. Но показывать вам не буду. В общем, мы пришли в номер после ужина. Я сегодня нормально так выпила венца. Сейчас мы будем уже умываться, ложиться, отдыхать. Завтра у нас экскурсионный день. Рано вставать. Очень много движухи. Будем смотреть на водопады, экскурсия по городу. И еще у нас будет этот... Как это называется? Фуникулер типа того. Короче, спасибо, что смотрели этот влог. Надеюсь, что он вам понравился. Ждите следующий. И заходите в наш инстаграм. Мы там уже выставили наши новые классные фоточки. И вообще, надеюсь, что вы следили за нами в инстаграм. В сториз. Заходите в хайлайт. Смотрите. Будьте счастливы, здоровы. И всем пока. Привет, ребята. Сегодня у нас первый день экскурсий. Мы в Турции находимся. Кто вдруг пропустил вместе с тест-тур. И сегодня мы поедем... Куда мы только не поедем. И на фуникулер, и в старый город будем гулять, и к водопадам каким-то поедем. Я очень волнуюсь, потому что, вы знаете, я переживаю, надеюсь, я все луки собрала как надо. Потому что если нет... Ну, честно говоря, ничего я не собирала. Просто вот мой лук. И у меня еще с собой джинсовые шорты. Вообще, я вбила еще платье. Чего ты, мой милый? Сегодня было так смешно. Я проснулась раньше Слава, чтобы... Ну, встала раньше Слава, чтобы начать краситься, собираться, поскольку мне это дольше делать. Я открываю шторы, чтобы свет в помните запустить. Слава такой, эй, ты что делаешь? Типа, зачем? Начал на меня обижаться за то, что я открыла свет. Я начала смеяться, и я ему говорю, типа, ну, как мне еще собираться? Что ты хотел? Ну, короче, вот так вот весело. Мы начали утря. Потом я все еще собиралась. Я начала раньше где-то на минут сорок собираться. Потом разбудила Славу. Он встал, за десять минут собрался. И он даже не стал меня ждать. Я ему сама сказала, типа, давай, иди на завтрак, пока собери мой любимый набор. Что-то у меня с носом. Слишком сильный контуринг. Вот, блин. И в итоге, короче, я отправила Славу на завтрак, чтобы он заказал пока кофе. Взял мне панкейки. Он все это сделал, моя рыбка. Вот, а я сидела, волосы докручивала. Сначала они как-то не докручивались. Не знаю, зачем, может, из-за влажности. А потом пошло, поехало. Так что вот такая я сегодня милашка. Очень рада, что накрутила волосы. Я это еще вчера хотела сделать, но... Ну, идем, дай мне пару слов. Я еще вчера это хотела сделать, но решила забить и сделать сегодня. Куда мы приехали? Мы приехали в античный театр. Да, старенький такой. Вот, и здесь нужно с масками. Сейчас там еще будут мерить температуру. Какой черный кот. Его зовут Барышев. Ой, какой малыш. Все на пути. Ай, какой милый. Друзья, она за лагерой выцепала. Ну, так сразу котейку хочет. А носики сладенькие. Девочки, все. Девочки можно уносить. Девочек. Блин, Клепа меня убил. А Клепа сидит, твои влоги смотрит. Мама, это что такое? Сука, молотая, что? Она меня оставила. Какой миленький. Вот оставался бы он всегда такого размера. Ага, не говори. Вот они нету, да, маленьких котов? Сафтровый, когда на шерах осталось. А? Сафтровый, когда на шерах такой. Да, древний кот. Просто есть карликовые собаки, но нет карликовых котов. Да, они все вырастают. Да, вот такое бы было, это вообще классно. Да, здесь кот имеем мы, который с офиса нам его отправляет. И в музеях так мы заходим. Мммм. Он очень милый. Но Атачур, когда он становится президентом... Что касается самого театра, он построен был в Римском периоде. Это второй век нашей эры. В греко-римском стиле тоже считается, в принципе, он построен. Что касается размещения, около 18 тысяч человек одновременно могут смотреть эти представления. Здесь, кроме театральных представлений, музыкальных представлений, гладиаторские бои тоже организовались. Стена сейчас, то есть, стена, она только его заданный час, вот эта стена сохранилась. Но представьте себе, что есть такая же стена. Ай, жарко. Вообще жара. Сейчас сразу будет только хуже и хуже. А еще я несколько дней не пью свои таблетки, яхали, мне было плохо. Профессиональная съемка. Короче, мы забрались на самый верх. И, как я и говорила, мне плохо стало. А теперь нужно спускаться вниз, мне еще хуже. Зай, пойдем. Идем. Боже. О, боже. Начинается гора и вытыкает море. Вообще, видите, гора, Каври, которая называется, много реки, много озера. Ммм, посмотрите, как красиво. Ай, прям сразу захотелось покупаться. Обалдеть. И здесь красиво. Ой, мама. Короче, мы пофоткали, сделали просто нереально красивые фотографии. Очень-очень жарко, здесь козочки ходят. Или кто это, обедчики? Ой, малыши. Мы с тобой приехали. Зойчики. Блин, им, наверное, так жарко. Посмотри, как они дышат там. Да нет, мне кажется, они адаптированы. А, да? Конечно, это же их родина. Ну, эти зетчики. Ого, это что у них за ошейники такие с шипами? Это Берге называется, античный город. Заходить нужно в масках тут, камеры. Характерно про города можно так отметить, то, что здесь проповедовал апостол Павел и Варнава тоже. И последние проповеди именно читал здесь апостол Павел. Очень красиво, но очень жарко. Просто с ума сошел. Даже не хочется фоткаться, знаешь. Короче, гуляем. После этого, вроде как, должны на обед поедать. Более древние, это эллинистические. Еще до нашей еры были построены. Второй век до нашей еры. Бойницы, видите, отверстия такие? Для того, чтобы оттуда наблюдали. Стрелять. А это, ну, стреляли или выливали там масло. Так, ну что ж, мы приехали обедать. Я очень счастлива, потому что я жутко голодная. Мы пришли в ресторанчик. Обстановка нравится вам, ребята? Да! Обстановка покай. Такой вот милый ресторанчик, семейный такой. Мы сейчас обедали, а тут сидим. Чай, сладости. И вот такой вот у нас вид. Так вот мы гуляли. Жарко, кошмар. Смотрите, как тут красивенько. Очень классно. Смотрите, мы поднялись в какой-то садик. Я вижу шланг. Пока никто не видит, я хочу помочить ножки. Чуть-чуть. Просто, мальчики, намочить. О, боже, благодать. Кошмар. В общем, сейчас мы здесь на смотровой будем стоять, фоткаться. Слава богу, тут тенек есть. Там есть шланг. Я помочила ноги. Ой, я хочу к ним, ребята. Хочу купаться. Этот шанс города является как кандидат для ЮНЕСКО. ЮНЕСКО такая организация, вы знаете. В Турции имеется 18 таких местных, которые как мировой наследие являются. Так как Памуккали и Кападокия, два из них. Тебе нравится? Ну, прикольно, что мы экспериментируем. Ребята, желаем монтажа. Спасибо. Вот если вы по этой улочке прогулялись. Хорошо, спасибо. Какое желание называть, если что, вот эта улица. Будем планировать. Мы продолжаем гулять где-то высоко-высоко. Здесь очень много классных кафешек. Просто миллион. У меня, честно говоря, сил, ну просто нет. Что я чувствую себя очень грязной, потной, волосы. Мне кажется, у меня уже все... Никакие, прическа моя просто не имеет смысла, которое я сегодня делала. Самая лучшая прическа здесь, это реально хвост, какой-нибудь пучок. Что очень жарко. Вот, ребята, на фуникулер мы сели. Будем подниматься. Остальные, остались там. Вот мы вышли. Тут дезинфекция сейчас будет проводиться. Вон наши девочки. Мы разделились. Очень высоко. Ну не, на самом деле не высоко, 600 с чем-то метров. Ну, блин, так долго ехали. Воздух. Свежесть. Зай, смотри! Ребята, вы видите, это облака. Они прям рядышком с нами пролетают. Обалдеть. Вот это очень здорово. Мне всегда было интересно, какие облака. Какие они на ощупь. У меня такое не очень вставляет. Вот это чисто посмотреть, но фоткаться вообще. Вчера у нас был жутко тяжелый день. Хоть и насыщенный, и интересный, но был очень тяжелый, потому что мы гуляли по жаре. А еще я вчера забыла выпить свои таблетки, из-за чего у меня опять тревожное состояние было. Сейчас мне хорошо. Вчера выпила одну таблетку. Я вообще, все, короче, у меня пошло не по расписанию, потому что я до сих пор должна пить по две таблетки в день. Целые полные, не половинки. Получается, несколько дней я их вообще не пила. Вчера выпила одну. Поэтому сегодня буду возвращаться опять к тому, чтобы их пить. Потому что вчера, когда мы поехали на экскурсию, мне стало так плохо. Я не хочу, чтобы завтра было то же самое. А завтра мы вообще встаем в 6 утра. Мы поедем просто в нереально красивое место. Это какая-то памуккале. Очень там красиво. Я думаю, что это просто будет взрыв мозга и взрыв инстаграма. А сегодня мы проспали завтрак. Очень уж вчера мы устали. Поэтому сейчас мы только выходим на обед и потом сразу купаться в бассет. Сегодня у нас тоже день в отеле. Отдых, никаких экскурсий. Только еда, море, фотки и кайф. Привет, ребята. Новый день. Мы приехали на памуккале. И нам рассказывали всю дорогу. Ехали мы где-то 3 часа. Разные всякие мифы, классные легенды. То, что я просто обожаю еще со времен школы. И сама очень много тоже всяких таких мифов знаю. Сегодня мы встали со Славой в 5 утра. В 6 утра мы выехали. Я успела привести себя в порядок. Пока что не так жарко. Нужно успеть пофоткаться в одежде. Потом я переоденусь в купальник. И буду фоткаться в купальник. Ездить, конечно же, ни разу еще не была. Какой тут движ. Мы прошли. Нас посмотрели сумочки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В общем, попоткались. Вот можете посмотреть, сколько здесь народу. Посмотреть на саму Белую гору. Кажется, что она в снегу. Или вся в соли. Но на самом деле в известняке. Вообще класс. А там какое-то озерко. Так, ребят, если вам интересно узнать, нравится мне тут или нет. Вообще нет. Да, это красиво, необычно. Но в любом случае здесь есть люди, которые мешают. Понятное дело. Но хуже всего то, что под водой я не вижу, что происходит. А там ужасно огромные камни в некоторых моментах, об которые можно просто ноги сломать. Как бы здесь не упасть. О, боже. Вау, не то слово. Очень обычное место. Вот там классно. Мы после обеда, после памуккале, вот этих термальных штучек, приехали дегустировать вино. Будем дегустировать. Я была на Кипре, и там у нас тоже была дегустация. Да, и как она прошла? У меня был так херово потом, укач. Серьезно, из-за того, что смешалось все? Вот, типа, первые три вина были класс, второе пожестче, а третье было, вот, я не знаю, какой-то коньяк или вот что-то, вот, виски прям очень жестко. Мне так плохо стало. Там водки даже, мне кажется, по градусу. Если он 12 градусов... Как водичка. Вообще ничего страшного. Ну, это пьется так, как водичка, потом иногда у нас забывают сумочки, фотоаппараты, очки. Вот, тень, забывают воду. О, вообще, очень легко. Смотрите, дальше во втором отделе будут сладости. Там уже не будет никаких бутылок. Там будет сладость, это луку. Ну, что такое луку? Это турецкая возлюбленная сладость, в которую не должны добавлять какого-то ароматизатора, стабилизатора, сахара, крахмала, мякоть фрукта, который сам по себе связывает олег. И у нас очень много людей, которые приезжают и говорят нам, мы покупали очень красивые коробки, там не было такого, что рисовали на коробке. Я понимаю, что хочется везде, всегда взять под щебли, и очень много, но себестоимость продукта она везде есть. В Турции очень дорогое мясо, очень дорогой орех и вода. Воду вынужденно пьют, если вы работаете на минимальную зарплату, то мяса и ореха очень много не будет текущих, или покупать своим детям. Поэтому советую всегда брать с витрины. С витрины, то, что вам понравится, всегда лучше так выбирать, потому что лукума – это такая вещь, которую не надо ставить в холодильник. Запросто на трех месяцев он будет храниться без холодильника, около 80 видов лукумов данных в момент, который вы попробовали. Это лукум с козьимым молоком, с кунжитной халвой. Есть с орехами, есть без орехов. Ну, тут уже можно что-то взять. Мы решили не брать вина, всякие масла. Привет, ребята! Сегодня новый день. Сегодня мы в отеле. Кайфуем, отдыхаем. Вчера был очень тяжелый день, очень насыщенный. Мы где-то шесть, если не больше, часов провели в дороге, в ту сторону, когда ехали на Памокале. Мы ехали, ну, три часа. У нас были перерывы, остановки. Там на заправке, в туалет сходить. На этот завтрак у нас был остановка тоже. И вот пока мы туда ехали, я постоянно хотела спать. У меня глаза просто закрывались. Причем напротив меня сидел наш гид, который нам рассказывал всякие интересные мифы и все такое, то, что я люблю. И вот он рассказывает, и я понимаю, что я просто не могу. Вот прям вот так, я не могу. У меня закрываются глаза. И в какой-то момент в итоге я их закрыла. Мне очень не хотелось, чтобы он думал, что я сплю и типа не слушаю. Поэтому каждый раз я говорила, что если что я не сплю, у меня просто глаза просто офигевают. Я реально не спала, когда мы ехали туда. А когда мы ехали обратно, у меня тоже опять закрывались глаза. Я хотела сидеть в телефоне, обрабатывать фотки, не знаю, удалять что-то, выбирать, ну, типа лайкать, которые понравились, чтобы потом обработать. Но у меня постоянно закрывались глаза, и я просто... Вот это реально был кошмар. И в итоге я дремала немножко на обратном пути. Вот. И что ещё? Ну, все дремали, когда мы ехали обратно. Уже день был очень насыщенный, долгий. В принципе, готова рассказать вам свои впечатления по Муккале. Мне... Странно. У меня смешанные какие-то чувства, ощущения. Во-первых, там был какой-то минеральный источник, куда приезжают люди со всего мира. Отовсюду приезжают. Там сидят в этой воде, ходят. То есть это не бассейн типа купаться. Ну, как бассейн выглядит. И все там, значит, сидят и как бы лечат свои раны. Нам гид рассказал, что можно там вылечить прыщи и всё что-то. Там кости хорошо заживляет. Многие спортсмены с каких-то там... С какими-то травмами приезжают сюда, чтобы вот там посидеть в этой воде, вылечиться. Но это типа надо делать курсом. Это не один раз посидел в бассейне в этом, походил и вышел здоровый. А, ну хотя бы раз пять точно нужно приехать. Ну, в общем, такая вот тема. Я туда зашла, потому что я не сразу вообще поняла, в чём прикол. Я думала, ну ладно, зайду, все идут. Хотя Лиза не пошла Шатилова в этот бассейн. Она говорит, что она там уже была. Вообще, в принципе, в Памоколе она была давным-давно. Ездила там с мамой, она говорила. И она не полезла в эту воду, потому что, видимо, она знала, что там ничего прикольного вообще. И я просто думала, что реально, я сейчас зайду, у меня вот просто всё. Хотя я не планировала мочить лицо, да, и ту часть, где у меня прыщи. Ну, как бы на лице. Поэтому я зашла, и я просто офигела от того, насколько горячая вода. Она была тёплая. И у меня сразу, знаете, были вот эти вот мысли, что там плавают какие-то вот бактерии. Я не знаю, может быть, я, конечно, не права. Но для меня вот эта вот горячая вода, неважно, где это там, где ходят люди, где очень много людей сидят. С них смывается какая-то там, может, грязь, пот, я не знаю, какие-то болезни, заразы. И вот сидеть в этой горячей воде, где размножаются все бактерии, но для меня это сразу фу. Я залезла, поняла, что мне не нравится, и я сразу же вышла, вылезла, пошла переоделась. Ну, короче, в общем, не особо мне зашла вот именно вот эта часть, потому что если бы я сразу почувствовала, что там горячая... Я почему-то думала, что там будет прохладная вода, и, ну, как бы, чё уж, ладно, постою. Но вот когда я залезла и поняла, что горячая вода, ну, мне вообще прям сразу стало противно. Я не знаю, вот у меня вот бизик на эту тему, потому что, ну, не нравится. Вот, а потом мы уже поехали как раз на вот эти вот соли, ну, или как там называется, вот эта вот белая местность, да, на которой все ходят. На самом деле очень странное место. Мне было очень странно там. С одной стороны красиво, необычно, а с другой стороны очень тяжело, потому что, во-первых, ты должен идти очень аккуратно. Если ты, ну, упадешь, то пипец тебе, мне кажется, можно голову там сломать. Там были некоторые моменты скользкие, где есть этот... водоросли какие-то внизу, но этого было мало. И вот там вот эти вот бассейны, которые вчера вы видели во влоге, внутри, под водой, там вообще непонятно что. Ну, в смысле, там какие-то жуткие камни, то есть нет такого, что просто вот идешь аккуратно, да, вот я иду, и я понимаю, что следующий мой шаг, это я просто ногой в камень втыкаюсь, было очень больно несколько раз. Потом я хотела там сфоткаться, сделать красивую фотку, я сажусь, там внизу какой-то вот песок, я не знаю, что это, соль, это не соль, что это. Ну, в общем, ради фоток, ну, блин, честно, вот второй раз вообще туда не хочу. Вот я там сделала пару классных фоток, вот одна вообще... Вот можно сказать, что я сделала там одну крутую фотку, вот просто, ну, Слава мне сделал. Вот одна крутая фотка есть, и все, я вот туда больше не хочу. Прикольно, один раз прикольно посмотреть, потому что это необычно, все белое, ты как будто бы в снегу ходишь, и как бы гора вся такая белая. Это прикольно увидеть один раз. Но вот как бы второй раз я бы туда точно не хотела поехать, потому что для меня это тяжело, я не очень люблю вот такие вот, где нужно вот так вот идти по камням, больно спотыкаться. А все остальное очень понравилось. Хотя это было, ну, по моему мнению, самое такое красивое место, хотя у нас еще был вот этот театр, тоже очень красивый. Ну, и вообще, в принципе, историю было послушать интересно. Иногда, правда, я была не рядом с гидом и что-то прослушивала, но в целом мне безумно понравилось. Я вообще люблю какие-то такие экскурсии, мне это интереснее, чем сидеть постоянно в отеле, поэтому если вдруг вы приезжаете там в Турцию, например, да, и всегда сидите в отеле, то лучше подумайте и куда-нибудь сгоняйте, потому что все равно впечатления, эмоции, фотки, ну, как бы прикольно, интересно. Вот, а я сейчас собралась, значит, накрасилась. Сейчас мы собираемся, в два часа нас позвали на какую-то закрытую виллу, где я еще не была, конечно же, и там прям какой-то лакшери должен быть. И нас туда позвали потусить, нам принесут фрукты, коктейли, там офигенский бассейн, я очень хочу скорее это все увидеть. Вот, и мы всей нашей командой сегодня пойдем туда потусим где-то на часика-два, потом пойдем каждый сам по своим делам, там на море, еще что-то. Послезавтра мы уже улетаем, и мы еще не сходили в спа, у нас еще подарки массажи от отеля, поэтому нам нужно обязательно записаться сегодня, ну, может быть, на завтра или на сегодня, не знаю. Вот, и я знаю, что там очень много разных массажей, я бы хотела, ну, если Слава захочет такой тоже, я бы хотела, чтобы мы вместе лежали, ну, не на одной этой кушетке, а просто рядышком, чтобы нам в этот момент делали массажи и кайфовать. Потому что я вспоминаю свой массаж в Дубае, когда, ну, вы знаете, с английским у меня не очень, и я помню, что мне в Дубае тоже от отеля делали массаж, как раз когда мы ездили вместе с Тест-тур, и она мне делала так больно, она мне заламывала руки, просто всю меня ломала, я ей ничего не могу сказать. В итоге она у меня что-то спрашивала, типа, у тебя все хорошо? Я такая, окей, окей. Потому что я больше ничего не могу сказать, у меня такое состояние, просто она меня колошматит. Не, это было прикольно, после этого массажа я вышла вообще, как будто бы я заново родилась, но иногда было очень неприятно, и поэтому мне бы хотелось в этот раз, во-первых, заказать более релакс массаж, я не хочу, чтобы мне опять руки заламывали, хотя это было прикольно потом, в итоге, ну, хорошо себя чувствовала, но во время массажа жестко было. У меня в последние дни тут что-то уже нет желания снимать влоги постоянно, хочется наслаждаться вот этими моментиками, поэтому я не очень много снимаю, не везде беру камеру, вот, наверное, еще потому, что послезавтра мы улетаем, мне поэтому так хочется просто снимать сторисы, отдыхать. Вчера у нас вообще был такой активный день, что у меня просто вот сил не было много снимать, и поэтому я немного снимала. Ну, я, в принципе, знаю, что вам не сильно будет много интересно слушать там рассказы гида, хотя это очень интересно, но я просто знаю свою аудиторию, что всегда влоги с поездок, ну, так себе смотрят, мне кажется, именно из-за таких моментов. Все хотят посмотреть чисто просто, как мы тусим у Басика или у моря, там, кушаем, еще что-то, ну, мне так кажется, не знаю, если я ошибаюсь, напишите, пожалуйста, в комментариях, чтобы я знала, что вам интересно смотреть из поездок, интересно ли вам слушать какие-то истории от гида, например, чтобы иногда я его снимала, ну, короче, просто чтобы знать на будущее хотя бы, потому что я постоянно думаю, ну, почему, что им надо, да что им не нравится, что им нравится. Короче, скоро пойдем тусить, и я вам покажу виллу, сама ее еще не видела, и, ну, блин, вообще очень классный отель в этом плане, что мы живем как бы в доме, ну, в высоком высотном доме с лифтом, да, вот такой вот тип отеля у нас, но также здесь есть маленькие домики двухэтажные со своим личным бассейном, есть закрытые виллы и есть еще домики без своего личного бассейна, в общем, очень много вариантов тут, где жить, где кому больше нравится, я, честно говоря, больше люблю жить в домиках, вот, но нам дали такой огромный шикарный номер классный, что, ну, как бы все круто, единственное, что, конечно, мне, ну, я от себя порекомендую, наверное, если захотите приехать сюда в этот отель, то рекомендую все-таки, наверное, в домике жить, потому что, ну, для меня это более атмосферно, вот, и, кстати, я бы хотела посмотреть, как живет Лиза, у нее как раз такой домик, нам всем дали разные номера, чтобы мы могли в них пожить, показать своим подписчикам, все такое, вот, но зато у нас очень большой уютный номер, два души, два туалета, нам со Славой очень удобно вот это все, вот, но мне иногда так и хочется выйти в свой личный бассейн, хотя я смотрю на море, на бассейн, на горки, ну, как бы тоже норма. Итак, ребят, вот такой вот у меня будет обед, это курица-гриль, это лосось запеченный, картошка-фри, кетчуп, кстати, кетчуп вот в таких штучках выдают, ну, ты можешь попросить сколько хочешь, и майонез также, мне обычно двух хватает, заказала себе вина, кола, сальдон, у Славы борщ, какой-то салат, хлеб. Кажется, она хочет съесть меня. Вот мы после обеда идем сейчас на ресепшн, потому что оттуда мы сядем на такой, типа, маленький транспорт по гольфу, я не знаю, как это называется, машинка, но вы поняли, я думаю. Сядем, и нас должны отвезти как раз-таки на эту виллу, блин, самое крутое, то, что они находятся за забором, в смысле, у нас на территории отеля, но за забором, типа, у них личное такое пространство закрытое, и мне, конечно, безумно интересно посмотреть, как там вообще, что там, и представить, что я там живу. Хотя, честно говоря, мне здесь очень нравится. А вот так выглядит у нас лобби, наш ресепшн. Так, у нас сейчас будет пати, вот на этой виде шикарной. Здесь прямо находится, знаете, территория отеля. Да, по флоту. Это индивидуальный отдых для нашей гостей, потому что кто-то проживает в отеле, но они хотят, чтобы вокруг были люди, другие гости. Это салон, у нас здесь гостиная, вот всевозможные гостины, это для вас. Спасибо. Здесь находится отдельная кухня, отдельно есть столовая. Ух ты, век. Здесь специально будет сабат для 24 часа в сутки. Для гостей Вилл у нас косметика Локситан используем, для гостей нижей категории косметика наша Ательная. Да, у нас тоже Локситан. Да. Да, тебе уже понравился шампунг. Да, там все вкуснее вообще. Вкусно. Ого, здорово. Класс, очень жарко оттуда. Ура, получилось. Офигеть. В общем, ребят, я переоделась, надела вот этот купальник. Помните, я всегда в этом ходила в Москве, чисто как в кофте, потому что очень нравится расцветка. И вот, наконец-то, я его надела как купальник, в нем искупалась. Смотрите. Продолжение следует... Продолжение следует... Я решила снять свои очки Гуччи, потому что каждый день в них хожу. Сейчас мы идем мимо бассейнов шикарных. Тут такие огромные бассейны вообще. Идем на море, потому что там должны быть супер-классные волны. Но мы на это рассчитываем, потому что вчера был сильный... Ну, сильный ветер такой. Ветерочек был хорошенький. И мы как бы очень... И мы очень надеемся, что там будут волны. И мы будем в них плющиться. Даже не верится, что завтра у нас последний день. Знаете, так быстро время пролетело, кошмар. Ну вот, мы пришли, никаких волн нет. Ну, типа, извините, но для меня это не волны. Это просто детские игры какие-то. Короче, я вернулась в номер, потому что я хочу помыться. Привести себя в порядок, пока я высушу голову, все такое. Ну и вообще просто на улице ветер немножко поднялся. И не поиграешь в карты. Уже как бы не так жарко, чтобы сидеть около воды и потом плюхнуться в море. Поэтому я решила, что пойду в номер. Вот, Слава остался там. Ребята, мы уже в номере. Теперь ты иди сюда. Только что Слава снимал со мной видео, где я ему рассказала, что иногда я бываю стервой. Но зато ты знаешь все мои минусы, недостатки. И, ну, мы просто опять про свадьбу болтали. Просто так болтали. Да блин, достали, все тебе пишут, давайте ждем спальму. Короче, мы поужинали, я вообще даже не помню. Я вам, наверное, даже ужин не сняла. Я просто все быстро съела, кайфовала, пила вино, как обычно. Сейчас мы будем, как всегда, играть в карты. Если хотите узнать подробности этих игр, то заходите к Славе на канал. Смотрите его влоги с этой поездки. Потому что мы там рассказываем вообще абсолютно другую информацию. И снимаем абсолютно в разные времена. Ну, не всегда, но частенько. Он снимает на ужине, я не снимаю. Ну, короче, обязательно посмотрите, потому что там считайте продолжение. Слишком много ты говоришь. Все просто смотрите у меня и у Юли. И, короче, всем добра, мира, любви и процветания. Пока!